Деревья надо беречь, они же очищают город и вообще, и глаз радует. Минск всегда славился своими зелеными улицами, на проспектах очень мало сейчас зелени. Самое хорошее, что когда деревья есть, тогда и воздух есть, и тенечек есть, и красиво. Хочешь их рубать? Надо наоборот их насаживать. Пилить или не пилить? Вот в чем вопрос. Сохранение природы, безусловно, на первом месте, но только тогда, когда она не несет в себе угрозу. Наглядный пример – история с тополем в апреле этого года. Великовозрастное дерево диаметром свыше 100 сантиметров упало в столичном парке Горького на площадку для отдыха. Хорошо, что в 10 часов утра там было немноголюдно и никто не пострадал. Дерево было в аварийном состоянии и его планировали удалять, но товарищество экологических организаций отстояло тогда старый тополь. И вот результат. Таких случаев, слава богу, немного, и каждое дерево в городе, представляющее угрозу, под контролем. Например, это ива. Все в том же парке Горького уже давно находится под наблюдением. Внешние признаки говорят о том, что в ней происходит процесс гниения, и дерево неустойчиво. На дерево видно работа уже вредителей, которые работают внутри. То есть там есть 100% стволовой огни, внутри стволовой огни. И есть дупло, если вот посмотреть выше, да. И при штормовых ветрах оно может быть разломано. Здесь еще, видите, такая петля буквой В. То есть это говорит о том, что при сильном штормовом ветре оно может разделиться. Может половина дерева остаться, половина упасть. А вот это раскидистое дерево, под которым так хорошо прятаться в жару, может рухнуть в любой момент. Акт обследования опасного растения уже отправлен в администрацию партизанского района. Там и будет принято окончательное решение об его удалении. Стволовая огни, она уже вышла наружу. Это все трухлявая древесина, которую, в принципе, на дерево уже не держит. Он уже гнилой, да. Он уже весь, ну вот оно такое, вот видите, он все разбирается. Это все результаты деятельности жучков, которые там в этой гнили. Да, то есть вот мелкие экскременты. Стволовые раны, дупло, изреженность кроны, более 50% сухих ветвей и их окорение, щели листник на стволе. Это однозначные признаки, что внутри дерева происходит процесс гниения. Если визуально растение здоровое, но идет отслоение коры, например, или много сухих веток, то тут необходима проверка специалистов агрохимической лаборатории. При помощи анкерного бура измеряют толщину гнили внутри ствола. Керн даже не целый, и он, видите, ломается. Он должен быть по идее, то есть пустота в дереве. То есть вот на всю длину должно было быть, да? То есть в этом дереве есть половая гниль. Наверняка вы заметили опавшую листву еще в конце июня. Больные каштаны – особенно актуальная проблема этого лета. Правда, не только для Белоруссии. Минирующая моль пришла к нам из Европы. Многие говорят – вырубайте деревья. Но зачем же удалять красоту, если это всего лишь сезонное явление? В связи с тем, что погодные условия были в апреле очень сухие и жаркие, июль, вот это вот размножение генерации ускорилось. Вылетела бабочка, которая зимовала. В расщелинах дерево, может быть, листве, которое еще не убрали. И она на листе отложила мину. В этой мине потом развивается гусеница, которая потом вылетает в бабочку. Она не вредит сильно дереву и не оказывает никакого негативного явления для жителей нашего города. То есть жители могут не беспокоиться. Она не вызывает ни аллергии, ничего. Избавиться полностью от вредителей нельзя. Но вот уменьшить их количество можно. Достаточно лишь вовремя убирать опавшую листву, лишая моль удобной подушки для зимовки. В Германии практиковали и специальные инъекции, но это удовольствие очень дорогое и не гарантирует полного излечения. Еще одна городская проблема – тополиный пух, который доставляет массу неудобств каждое лето. Лучшее решение – не удаление, а омоложение деревьев. Это надо грамотно делать, то есть не больше одной трети можно удалять самой этой кроны. И таким образом, за счет того, что образуется новая крона, там не будет такого обильного пушения. Она, во-первых, уменьшится, уменьшается его аварийность, потому что он меньше подвержен воздействию, то есть парусность крона уменьшается. Плюс уходит пушение, и дерево продолжает расти. Впрочем, сейчас выведены культуры, которые вовсе не пылят. Например, тополь китайский, который в последнее время высаживали и на минских улицах. Поэтому говорить, что это растение – плохой вариант для больших населенных пунктов – неверно. Скорее, наоборот. Это быстрорастущая порода, и при этом у нее высокая газоочищающая способность. Одним словом, тополь – действительно легкий мегаполисов. Но если вы решили посадить такое или любое другое дерево у себя во дворе, не торопитесь. Первым делом нужно обратиться за разрешением в организацию, обслуживающую вашу территорию. Они должны согласовать с подземными коммуникациями, чтобы не получилось, чтобы посадить на коридор сетей. И чтобы не получилось, что вы посадите на площадку, которая планируется к реконструкции. Сейчас вставляют полосы противопожарные вокруг дома. То есть на этой полосе нельзя ничего высаживать. Аналогичный алгоритм действует в случае, если дерево стучится к вам в окно, лишая не только прекрасных видов, но и солнечного света. Если нарушается инсоляция в помещении, должны обращаться в санстанцию, делать замеры. То есть если в комнате действительно нарушаются санитарные нормы, то один из вариантов – это провести прореживание кроны для того, чтобы уменьшить саму крону и увеличить доступ света в квартиру. И только уже если совсем никак нельзя, комиссия и администрация может принять решение о том, что дерево можно удалить. Спилить дерево, конечно, проще простого, а вот сохранить сложно, но важно. Чтобы наши города были красивее и чтобы дышалось нам легче. Ведь одно дерево выделяет за сутки примерно 2 литра кислорода, а этого хватит для трех человек. Катерина Олесиевич, Виталий Мотин, Тимофей Беляев. «Наше утро».